Раф, мы годами повторяем как бы те же самые внешние действия. Что Вы рекомендуете каждому? Как подготовиться к тому, чтобы каждый раз прийти к тому же действию, как Вы даёте нам пример? Каждый день, каждый утренний урок Вы приходите в новом волнении и в новом чувстве, как прийти, как Вы, и прийти в этом воодушевлении. Я каждый день пытаюсь раскрыть новое желание, неисправленное, которое ещё не поднялось во мне и не исправилось. И исходя из этого желания, я обращаюсь к Вам. И я желаю, чтобы это желание исправилось, раскрылось, и в нём раскрылся Творец. И так все мы обънимся, все вместе в наших неисправленных желаниях, у которых есть сегодня возможность прийти к объединению, то есть к исправлению. И это то, что я делаю. Я встаю, как Вы, пробуждаюсь, как Вы, до урока. Но, по крайней мере, за час до урока я уже нахожусь в своём внутреннем пробуждении. Поэтому, когда я прихожу к Вам, я уже готов. Я тоже. Но когда я встаю, я встаю, как все Вы. И по мере Вашего продвижения Вы будете видеть, что будет у Вас пробуждение отосна, не то чтобы более трудным, но более тяжёлым. Вы будете дальше от духовного. и должны будете прикладывать усилия для того, чтобы пробудить себя. Да? Ну, есть и такие, и такие времена. А бывают такие состояния, когда просыпаешься с утра, и тяжёлые, а бывают с утра просыпаешься и горящие? Насколько это зависит от подготовки? Это зависит от подготовки, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понять, что это всегда приходит в любом случае с позволения свыше. Творец определяет, в каком состоянии ты встанешь. С подготовкой, без подготовки мы должны провести подготовку. Это понятно. И то, с чем мы встаём, мы уже должны понять, что есть здесь участие Высшей Силы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok